Студенты Академии ФСО вышли на игру против соседа по турнирной таблице Орел Бизнес Авто на волне эйфории после победы на Дагу и почти сразу стали наращивать отрыв в счете. Первая половина явно складывалась не в пользу Орел Бизнес Авто. ФСО были сильнее в первых двух четвертях и явно жаждали реванша. Во многом это объясняется напором молодых игроков, которых в целом в чемпионате этого года стало заметно больше. Однако встреча первого круга завершилась тяжелой, но все же победой баскетболистов в белых майках Орел Бизнес Авто. Плюс четыре. Вторая половина, я считаю, под знаком молодых прошла, молодости. Они играют не последнюю роль, а в некоторых командах заметную, первую роль играют. Это и Академия ФСО, особенно детская спортивная школа. Ребята прибавили, может быть, за счет того, что в составе появился игрок высокого, скажем так, роста. Не только роста, но и технической подготовки, который прошел в школу ЦСКА. А во второй половине встречи все перевернулось с точностью до наоборот. Мяч все чаще залетал в корзину от рук баскетболистов Орел Бизнес Авто. И перед решающей четвертью они уже вели плюс один. Концовка игры, как часто бывает при скользком счете, затянулась и последняя минута длилась все пять. Фолы и штрафные растянулись на весь последний отрезок. И в этой перестрелке точнее оказались игроки Орел Бизнес Авто. Как итог 62-57 в их пользу. В каждом круге упорная борьба, тяжелая. Все-таки у нас команда возрастная, а там ребята молодые. Они берут смелостью, с быстротой. Мы берем умом. Эта победа позволила Орел Бизнес Авто набрать 20 очков и на время занять четвертую строчку в таблице, дающую право выступать в играх на вылет. Чемпионат города планируется завершить до конца года, а уже в 2012-м пройдут игры плей-офф. Андрей Желяев и Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.